Всем привет, с вами снова Италий, и сегодня мы с вами рассмотрим функции с параметрами. Переходим в функции, функция Void. Окей, давайте назовем функцию Blink. То есть данная функция у нас будет выполнять мигание нашего студиода, который подключен пока в 13-й пин. Переходим в ходы выхода, выбираем цифровый выход, пин в М13, значение 1 включить, и далее давайте укажем значение 0 отключить. Работаем мы будем с вами с маленькой задержкой, к примеру, 1000 миллисекунд. То есть мы с вами создали вот такую простенькую функцию. И далее, к примеру, нам нужны два параметра. Указать номер шпина, и далее указать на какое время мы будем делать задержку. Кликаем на шестеренку, если на... Давайте будем использовать две переменные. Другая переменная x, или переменная pin, а тут переменная tima. Теперь переменная укажем int. Здесь тоже int. Закрываем, и у нас есть два параметра, pin и tima. Кликаем правой кнопкой мыши, выбираем создать блок pin, и этот блок мы укажем в пины. Далее создать блок tima, укажем его вот сюда. То есть мы с вами создаем блок blink, то есть именно функция blink, и уже здесь указываем параметры, которые будут меняться здесь. К примеру, математика. Пропишем pin 13. И примем задержки 1000 миллисекунд. То есть как мы доходим до данной программки, эти параметры идут у нас в данную функцию. Здесь все выполняется, и проходим дальше. Давайте загрузим данную программку на плату Arduino, и посмотрим, как это у нас работает. Окей, загрузка разрешена, и наш светодиод мигает. То есть здесь мы с вами будем менять значение, к примеру, 300 миллисекунд. Загружаем. И вот так просто мы с вами просто редактируем данную функцию. Здесь может быть создана одна программа, а здесь мы просто доходим до данного блока, задаем свои параметры, и по сути здесь выполняем. К примеру, данную функцию blink нужно выполнить несколько раз. Переходим в циклы. К примеру, мигнуть. Пять раз. Пять раз мы будем мигать быстро по 100 миллисекунд, и, к примеру, пять раз мигать через одну секунду. Вот так. Загружаем. Окей, загрузка разрешена. И, как вы можете видеть, пять раз быстро и пять раз медленно. И снова пять раз быстро. Вот так просто вы можете использовать данную функцию для работы при создании своих сложных программ. В этом видео у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был Виталий. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока и удачи в разработке новых проектов. Субтитры создавал DimaTorzok